Добрый день! С вами «Звездная кухня» и ее ведущий Туганов Бутербек. И мы начинаем нашу вести передачу в честь 23 февраля. У нас в гостях директор компании «Лифт-сервис НМ» Кислякова Людмила. Здравствуйте, Людмила! Здравствуйте! Рада приветствовать вас у нас в гостях на «Звездной кухне». Расскажите, пожалуйста, у вас такая молодая, динамичная, развивающаяся компания, связанная с мужской профессией. Как вы попали туда? Большинство привыкли видеть на этом месте мужчину, но вообще попадание меня в данную профессию, оно не случайное. Много лет я была связана с строительством, со сферой ЖКХ, работала с фондом капитального ремонта, который тоже относится к сфере ЖКХ. И, соответственно, когда несколько лет назад мне предложили возглавить организацию, занимающуюся лифтами, то подумала, почему бы не попробовать себя в этой сфере деятельности. Людмила, как вы думаете, что мы сегодня с вами будем готовить в честь праздника 23 февраля? Что-нибудь питательное и вкусное? И мужское. И мужское. Разрешите представить вам наших гостей, так сказать, наши продукты. У нас с вами будет сегодня уха с форелью и пшенкой, будет перловая каша с тушенкой олениной. У нас такой зимний комплимент – это сало с луком и хлебом. Как вы думаете, почему оно у нас лежит на столе? Чтобы не болеть? Чтобы не болеть, совершенно верно. Мы с вами сейчас начинаем готовить. У вас будет такая очень ответственная миссия из нашей форели удалить косточки. Вот, смотрите, вроде нету косточек, но мы берем ножик и вот так вот проводим. Видите, у нас здесь внутренние косточки остались. Берем специальный пинцет, пальчиком вот так проводим, ловим косточку. И вот таким вот образом мы ее сейчас будем ловить. Вот видите она? Вот так вот они легко удаляются. В начале февраля у вас праздник День лифтовика. Да. Также 23 февраля – это мужской праздник. Как у вас проходят события, празднования? Ну, вообще День лифтовика, он не относится пока к официальным каким-то признанным государственным праздникам. Но у нас вообще в принципе в этом году мы намерены направить петицию в Национальный лифтовый союз для того, чтобы этот праздник признали все-таки национальным. И мы лифтовики отошли как-то от общей вот этой сферы ЖКХ и стали полноценными. Что касается 23 февраля, то у нас молодой дружный коллектив. В основном это мужчины, конечно, для нас этот праздник немаловажный. Это основная часть, да? Поэтому я был очень сильно удивлен, как девушка и в такой мужской профессии. Да. Будем готовить ребятам нашим сюрприз. Много современных лифтов, да, где действительно надо, наверное, учиться, да, их правильно использовать, устанавливать. И они, наверное, намного безопаснее. Расскажите нам что-нибудь об этом. Ну да, действительно, лифтовая отрасль, она не стоит на месте. Действительно, многие заводы, борясь за место под солнцем, они вносят в свое оборудование, которое было до этого, ну, простым, скажем так, да, неусовершенствованным, что-то новое. Да, мы помним старые лифты такие. Да, 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 на кнопочках. Вызов и стопа, а сейчас там что-то, вай-фай, наверное, есть даже? Вай-фай есть, да, есть вай-фай, есть система кондиционирования воздуха чудесная, есть система обеззараживания, потому что сейчас с нашей обстановкой вот этой вот заболеваемости, да, то есть многие ставят. Некоторые делают лифты, плитку укладывают, например, в лифты, красным деревом обшивают. Нужно вот так вот порезать. Не стоит, не стоит лифтовая отрасль на месте. Ну, развивается так же, как сейчас все, что в наше время, в принципе, развивается, да, довольно интенсивно. В основном заказчики сейчас на данный момент предпочитают какое-то стандартное оборудование, стандартный набор и не всегда готовы к чему-то новому. Тем самым, да, то есть мы сейчас подготавливаем для нашей перловки морковочку, я подготавливаю рыбу для нашей ухи. Людмила, у меня такой вопрос возник, я, честно говоря, до сих пор боюсь ездить на лифт. Вот, существует ли какая-то система безопасности, да, гарантия того, то, что действительно это, ну, он не упадет, просто не рухнет вниз, так сказать. То, что двери не закроются, мне не прищемят, и я не поеду. Если мы говорим о новом оборудовании, да, которое только установлено, ну, в новом доме, как правило, устанавливает, то, конечно же, это зависит в первую очередь от выбора надежного поставщика оборудования и от выбора надежной подрядной организации, которая это оборудование установит правильно, в соответствии со всеми нормами, ГОСТами, правилами, требованиями, в общем, со всем. Если говорить об оборудовании, которое установлено уже у нас в домах жилых, если соблюдаются правила пользования лифтом, никто в них не прыгает, не залазит по 20 человек, не поджигает кнопки, не засовывает различные предметы. Ну, я вас привязываю, сейчас, по-моему, устанавливаются камеры видеонаблюдения, да? Не во всех, это по желанию заказчика, конечно. Ну, как вы считаете, нужно ли? Нужно, нужно. Мне кажется, это очень безопасно. В многоквартирном доме нужно. Какое ваше любимое блюдо в поседневной жизни? Борщ. Борщ, очень даже интересно. А почему именно борщ? Не знаю, очень люблю с детства борщ, который готовит моя мама. А, то есть вы не готовите, а мама? Нет, я готовлю, готовлю по ее же рецепту, но мамин борщ – это мамин борщ. Это мамин борщ, да? Ни с чем не сравнится, да? Ни с чем не сравнится. Ну, мама-то вам передала секрет приготовления борща? Конечно, конечно. А вы мне передадите? Конечно. Очень замечательно. Я тоже люблю борщ, особенно в зимнее время, поэтому он очень питательный и полезный. Какую роль и какие важные операции на кухне мужчина должен исполнять в праздник 23 февраля, помимо того, что дегустировать, что вы готовите? Все. Все. Я вообще считаю, что мужчина на кухне может выполнять все абсолютно. От готовки, мытья тарелок, нарезки и всего-всего-всего прочего. Мужчины тоже прекрасно готовят, другое дело, что они не все любят и признаются, что они хорошо готовят. Что у них есть такой талант. Да, да, да. Многие это тщательно скрывают много лет. Как вы считаете? Почему? Ну, вопрос, наверное, очевиден для того, чтобы дегустировать в основном на кухне. Мы с вами подготовили продукты для нашего первого блюда. Это уха. То есть у нас пойдет туда рыба, пойдет пшенка. Мы пшенку заранее просто подготовили для того, чтобы не терять время. Бульон у нас с вами готовится. Готовим его на медленном огне с добавлением кореньев, немножко соли. Доводим на кипение, снимаем пенку и уже потом, когда процедим, мы будем закладывать все наши продукты. Нам надо с вами подготовить мясо. Вот. Тушенка очень вкусная, очень великолепная. Почему тушенка, да, и оленя довольно своеобразный вкус, цвет, да, смотрите. Сама фишка мы будем запекать вот в такой емкости. Сейчас наша задача размять, а точнее говоря, разделить такие на некие волокна. Вы берете нашего оленя, так сказать, за рога. Забитого. Скажите, пожалуйста, легко ли девушке работать в мужском коллективе и каково это управлять мужским коллективом? Очень, очень, очень сложно. Я думал, сейчас прозвучит очень-очень легко. Нет, нет, это все мужчины, они товарищи трепетные, каждому нужен свой подход. Это только иногда кажется, да, что там девушки такие неприступные или какие-то мужчины тоже такие же. Очень сложно, конечно, но можно. Нашли этот подход к мужчинам? Каждому. Ах, какая вы, Людмила. Итак, тем самым, да, у нас бульон с вами готов. Закладываем туда пшено. Расскажите, пожалуйста, как у вас обстоят дела с молодыми кадрами, подготовкой молодых специалистов? Есть ли какое-то обучение? Электриков много, механиков много, электромехаников, да еще электромехаников по лифтам. Единицы хороших электромехаников по лифтам. Вообще, вот на пальцах одной руки перечесть можно. Мы рады, готовы обучать молодых людей, ребят, мальчишек, девчонок, в принципе, почему бы и нет. Если есть желание, то есть, да, действительно, есть курсы, наша организация оплачивает это повышение, это обучение и дает потом работу. Готовим уху с форелью, да, и пшеном. Как вы думаете, почему пшено? Есть ли место быть пшено в ухе? Наверное, есть, хотя вот первый раз я такое сочетание продуктов слышу, что рыба, уха и пшено. На самом деле, да, в пшено добавляли бурлаки. Тот продукт, который всегда не портится, можно нести с собой, правильно? Рыбу они ловили на реке. Как вы думаете, вот вопрос, давно ли появился такой продукт, как форель, либо вообще красная рыба на территории Нижнего Новгорода, Нижегородской области? Я думаю, давно. Откуда у вас такие догадки? Ну, слышала. Слышали, да? Да. На самом деле, продукт очень давно появился и месту есть быть с Нижегородской ярмарки. Когда ее сюда завозили, да, меняли на какой-то другой продукт, и она уже стала таким обыденным нашим, так сказать, Нижегородским продуктом. У меня вот до сих пор, да, никак, я не могу успокоиться. Расскажите секрет борща. С любовью, с любовью готовиться, конечно. Уха с вами кипит, и, соответственно, мы сейчас туда закладываем нашу рыбку, да, то есть мы порезали вот такими хорошими кусочками и отправляем ее в наше плавание. Время шагнуло очень сильно вперед, но помните, в кинофильмах показывают такие старые лифты, которые еще сами двери закрываются, там, решетки вот эти вот. Есть ли такие лифты сейчас у нас в Нижнем Новгороде? И были ли они вообще у нас в Нижнем Новгороде? Насчет Нижнего Новгорода не знаю, знаю, что в Москве были такие. Пассажирских лифтов таких сейчас на данный момент, ну, как бы вот у нас нет. То есть все заменили уже на какие-то более современные. Решетки остались, пожалуй, что, наверное, в больничных лифтах. Мы все перемешали наши ингредиенты, наш пассерованный лучок моркови, да, оленинку. Добавим немножко чесночка сюда. Ага. Батыр, у меня вот тоже возник вопрос после большого количества твоих вопросов. Да, 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 нет, не борща. Да, а как правильно готовить перловку? Потому что в моем понимании готовить перловку – это очень-очень долго. Совершенно правильно. У вас понимание, да, как бы и перловка готовится практически заранее. Существует несколько видов приготовления перловки. Ну, в первую очередь, это крупа, и что с крупой делают, да, ее надо очень тщательно промыть. В горячей воде? Теплой водичкой. После того, как мы промыли хорошо перловку, ее нужно замочить в теплой воде на час, час тридцать. Температура воды должна быть 40-50 градусов. Как только температура воды начинает остывать, мы должны поменять воду, либо немножко подогреть ее, для того, чтобы, если вы заметите, да, перловка – это довольно крупное такое зерно, да, довольно насыщенное. Перловку очень хорошо могут готовить рыбаки. Ну, да. Они ее умеют запаривать, да, вот если на самом деле это тоже такой момент есть – запаривание крупы. Здесь мы запариваем. Как бы я рекомендую обычно готовить перловку на хорошем курином бульоне. С добавлением уже минут за 40 до окончания приготовления пассерованного лука, моркови, можно добавлять сельдерей или какие-то другие коренья. Давайте горшочек варим. Угу, горшочек варим. Горшочек варим. И мы его отправляем запекаться. Наш горшочек ставим запекаться в духовку. В разогретую, немаловажно, духовку при 180 градусах 15 минут вполне будет достаточно. Наша уха готова. Начинаем мы ее раскладывать, да, то есть смотрите, как великолепные какие кусочки у нас получились, да. Теперь понимаете всю задумку автора. Перчика свежемолотого, да, ароматика. Ну и непосредственно самая главная цель и наша задача сегодняшнего дня – это дегустация того, что мы приготовили. Поехали! Вкусно! Вкусно! Очень даже! Очень! Отлично! Приятного аппетита тогда! Наши финальные блюда готовы. Перловка с лениной, да? Мы начинаем к подаче. Смотрите, какое великолепное блюдо, да, великолепие у нас получилось. Пахнет шикарно. Очень даже. А выглядит не хуже, чем и пахнет. Согласна. Какая у нас красивая наша перловочка. Можно обозвать перлотто. Да. Перлотто. Мы немножко добавим сливочного масла, да, чтобы вот так вот у нас, как говорится, кашу маслом что? Не испортишь. Совершенно верно. Украшаем наше блюдо. Полет фантазии? Полет фантазии. Не знает границ. Вообще, мои тем более. Вот так вот с зеленым соусом польем красиво. И немножко свежей зелени, да, посыпем. Также сейчас справим перчиком. Что? Наше блюдо готово, да? То есть мы с вами приготовили уху. Второе заключительное горячее блюдо какое у нас? Перловка с олениной. С олениной, совершенно верно, да? Но, прежде всего, наша главная задача какая, мы не забываем пробовать и кушать. Предлагает и все. Отведать. Я считаю, у нас все получилось. А, вкусно. Легко, празднично и красиво. Да. Дорогие мужчины, поздравляю вас с 23 февраля. Желаю вам в первую очередь здоровья, счастья, семейного благополучия. У кого нет семейного благополучия, найти свое семейное благополучие. Присоединяясь к вышесказанным словам, поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. С вами была «Звездная кухня». До новых встреч. Отличный улоб – это всегда свежая карельская флорель, мурманские и дальневосточные морепродукты. И, конечно же, камчатская красная икра. Безупречное качество от надежных поставщиков. Всегда оперативно, всегда вкусно. Нижний Новгород, Ванеева, 93. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова